Лицо тикток боев кадыровцев в Курской области, заместитель главного политрука российской армии и потенциальный новый наместник Путина в Чечне. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла, спрашивалка. И не такой петух, как ты должен. У меня что-то спрашивает. С первого дня кризиса в Курской области он выступает как едва ли не главный российский военный спикер по этой теме. 6 августа, в день, когда ВСУ пересекли границу России, он предлагал брать покорн и наблюдать, как российская армия уничтожает противника. 8 августа рассказывал, что ситуация не критическая. 10-го, что мы максимально контролируем ситуацию. 11-го, ситуация потихоньку стабилизируется. 13-го, обстановка взята под контроль. 14-го, мы завершили блокирование противника. 18-го, противник остановлен. А 19-го, что даже дети сегодня делают все, чтобы остановить врага на русской земле. А поэтому срочники должны воевать. Если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими и должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник. И когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Все это командир чеченского спецназа Ахмат и замначальника военно-политического управления российских вооруженных сил Абти Алоудинов, который в своих сводках живет отдельно от обстановки на фронте. Этот очередной прихвостень путинского режима в генеральских погонах проворонил украинское наступление в Курской области. И теперь исправлять его собственные ошибки в боях на российской территории должны призовники. То есть молодые россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Многие из которых оказались в армии совсем не по собственному желанию. Какие впечатления от армии? Вы такой человек уже с образованием, уже с местом работы, попали из такой серьезной организации, как РЖД, в пехоту. Как у вас впечатления? Честно сказать, да? Ну да. Интересно просто. Не хотел вообще ни в какую. Хотел уйти вообще от этого всего, но не получилось. Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем. И он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил. Апти Алаудинов, чаще других представителей российских силовых структур, комментирует наступление вооруженных сил Украины в Курской области. Причем этот главный спикер по кризисной ситуации в российском приграничье с начала августа ежедневно рассказывал о том, как ситуация стабилизируется, в то время как ВСУ занимали все новые и новые населенные пункты на российской территории. Ситуация, в принципе, она не критическая. Как бы они не пытались что-то сделать, наверное, вы сами понимаете, что до всего нашего фронта, там 11 танков и там сколько-то, они 20 чем-то машин для перевозки пехоты, ничего не лишат. Алаудинов – главная медиаперсона войны в Украине, или точнее войны с Украиной на территории России. Благодаря противоречиям в своих высказываниях и своей способностью выдавать желаемое за действительное, он фактически затмил даже таких метров иллюзий, как официальный спикер Министерства обороны Игорь Коношенков. Берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Сегодня мы должны, наверное, констатировать факт, что несколько приграничных населенных пунктов находятся, ну, в них находятся бойцы украинских формирований, то есть получается, что они смогли зайти в эти населенные пункты. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории, несколько населенных пунктов заняты противником, он максимально пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы, получается, он, я так понял, все бросил сюда. 6 августа в ходе масштабного прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской области именно солдаты-срочники вместе с подразделениями пограничников оказались на первой линии российской обороны. У них не было ни тяжелого вооружения, ни техники. Не сильно поспешили на помощь и знаменитые кадыровцы, которые были совсем рядом. По словам Алла Удинова, они якобы разминулись с украинскими военнослужащими в Курской области и поэтому не вступили в бой. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши подразделения «Ахмат» и другое, которые здесь находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Вон, братан, видишь, где я нахожусь. В Ростов едем, он в Агнерал. Когда в июне прошлого года Пригожин устроил свой марш справедливости на Москву, колонна бойцов Ахмата построилась под телекамеры и отправилась в сторону захваченного в тот момент Ростова, а ее предводители объявили, что остановят мятежников. До города Ахматовцы, правда, так и не доехали, потерявшись где-то по пути. Но это не помешало Алаудинову, когда мятеж уже завершился, рассказать в эфире телеканала «Россия-1», что его бойцы находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа не начинали активных действий. Руководство Минобороны, которое непосредственно с нами контачивало и отдавало приказы, значит, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что можно будет это все разрешить мирным путем, в связи с чем нам не поступила команда о том, чтобы мы вступили в вооруженные боестолкновения. Поэтому мы рассредоточили наши силы и средства. На сей раз, утверждает Алаудинов, кадыровцы вовсе не сбежали, завидев солдат в СУ. Они просто разминулись, а коварные украинцы на танках проскочили их опорные пункты и разнесли многосторонние автомобильные пункты пропуска, мапы, на российской территории. Противник, получается, разнес два мапа, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, прошел там. Потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Ахматил, Аллаху, Акбар. Они больше не появятся здесь никогда в жизни. Стоят одни срочники, там максимум по два-три Ахмата и офицера. Вот. Офицеры тоже, блядь, непонятно откуда. Там некоторые полуконтужены. Поэтому первым делом, что произошло, нам сказали, ну все, сидите здесь, все будет нормально, все хорошо. Мы такие, хорошо, хорошо. Второй раз забежали через час. И на третий раз уже уехали. Кто уехал? Все офицеры. Все начальство. За отбеливание имиджа во время такого провала взялась пропаганда. На федеральных каналах принялись утверждать, что верные пехотинцы Путина не прятались за спинами срочников. Аптей Ароныч, здравствуйте. Бесконечно приветствую вас. Как обстановка, где пытаются прорваться враги и насколько успешно нам удается оккупировать их наступление? Ольга, добрый день. Ну, сейчас уже мы можем с уверенностью отзвучивать ситуацию, которая у нас сложилась на фронте, получается, уже на территории Курской области, к сожалению. Значит, надо отметить, что с момента, как наши подразделения зашли сюда, параллельно, значит, с нашими соседями из 810-й бригады морской пехоты, 2-й бригады спецназа ССО, вот совместными усилиями мы, в принципе, были первые дни заняты тем, что останавливали продвижение противника. Нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен. Что происходит, Артерович? Сокапываемся, смотрю, везде. А там и близко к Курску еще несколько линий обороны. В принципе, на начальном этапе была такая ситуация, что противник к моменту нашего заезда сюда уже продвинулся достаточно таки далеко. У нас сутки ушли на то, чтобы сориентироваться на то, где находится противник, а где находятся наши подразделения. Когда в сети появились видео с сотнями пленных российских срочников, а также чеченцами из спецназа Ахмат, их командир Лаудинов продолжал заявлять, что ситуация потихоньку стабилизируется, а остановленные российской армией украинские силы уже не в состоянии двигаться дальше. Тем временем Киев пустил в суджу журналистов, чтобы развеять мифы пропаганды о преднамеренных пытках и убийствах мирного населения, подобные тем, которые устраивают русские оккупанты на подконтрольных им украинских территориях. Ваши ребята привезли коробку. Много. Еда есть. Я лекарь. Фельдшер. А лекарства привозят вам? Лекарства привозили, да, один раз. Ну то, что основное, что люди заказывали, как мне просили еще, я список составил еще, но еще не передавали. По возможности, когда мы приедем, тогда передадите, тогда мы возьмем. Скажите, а если будут сильные бомбежки КАБами, да, вот этими управляемыми бомбами, которыми бомбят наши украинские города, вы будете здесь оставаться, если Россия начнет бомбить? Ну а куда мы денемся? Будете прятаться. От подвал не спасает? Не спасает? От КАБов не спасает? Что, они вообще сдуреют людей. У нас очень много здесь людей. Очень много остались. Нет, спасибо вам. Никто не грабил. Нет, тут ходят. Нет. Ничего, я бачу, не перевернуто. Нет, ничего. Обшуків не было? Ничего, все нормально. Есть такой канал, называется Операция Зет. Этот канал, он проукропский, работает на укропов. И вот тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где журналисты натовские типа ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Я скажу. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой петух, как ты должен. У меня что-то спрашивать. К началу второй недели боев в Курской области прогнозы тик-ток генерала Алаудинова изменились. От призыва взять покорн и наблюдать он перешел к критике тех, кто обвинял чеченцев в сдаче позиций и мародерстве на территории Курской области. Завтра у нас будет голос для того, чтобы сказать «Мы воевали за нашу победу». А что будете вы говорить? Вы будете говорить, что вы кричали, что надо объединиться для того, чтобы оказать сопротивление кому-то, который, видишь ли, кого-то убил. Убил. Так или не так. Или совершил какое-то преступление. Так или не так. Для этого есть органы. Пусть они находят, сажают, наказывают, как положено преступников, которые совершают эти акты. Досталось от Алаудинова и родителям срочников за то, что их дети не готовы защищать преступный режим Путина, который развязал в Украине крупнейший конфликт в Европе с времен Второй мировой войны. Даже дети, которые вообще-то несовершеннолетние, сегодня делают все, что могут. Информацию добывают, помогают, чем могут. Теперь встает вопрос. Человек, который находится непосредственно в вооруженных силах, носит форму, и он считает, что он должен не воевать, потому что мы ему это внушили. Нет, извините, друзья. Сегодня в нашей стране должны стоять одним строем все, от малой до велика. Кто же такой Апти Алаудинов? Он родился в Ставропольском крае в семье советского военнослужащего чеченского происхождения. Во время Первой Чеченской войны потерял около 20 близких родственников, в том числе отца и брата. Как и его семья, был на стороне федерала в то время, когда Ахмат Кадыров сражался за Ичкерию. Однако в 2006 году все распри были забыты, когда Кадыров-младший в противостоянии с президентом Чечни Алу Алхановым фактически захватил власть в республике, а Алаудинов поддержал Рамзана. Но сегодня руководители Чечни вместе сражаются с разрушенной экономикой, а в свободное время на футбольных полях. Центр Грузного кортеж пролетает на одном дыхании. За окном на скорости 100 с лишним километров в час мелькают плакаты с Рамзаном Кадыровым. Он с отцом, он с Путиным, он один. И ни одного, где был бы изображен Алу Алханов. Когда-то висел один такой плакат с Рамзаном вместе и подпись «Одна команда», да и тот убрали. Увешивать такие плакаты без президента республики – это чисто неужение президенту, понимаете? Вот что нам не нравится. Везде вот только их фотографии, а как будто нет президента республики. А потом в Чечне под руководством самого молодого генерала полиции, заместителя главы МВД Алаудинова, начались пытки и репрессии инакомыслящих. Но в 2019-м он и сам чуть не пострадал от чисток в рядах чеченской элиты. Это случилось после слухов о заговоре против Рамзана среди тех, кто все время воевал на стороне федералов. Но Алаудинов тогда, казалось, вышел сухим из воды. Сегодня 8 октября 2019 года. Как вы видите, я жив, здоров, никем не убит, не посажен, не расстрелян. Хотя за последние 17 лет, конечно, абсолютно ничему мне удивляться не приходится, и моим друзьям тоже не приходится ничему удивляться, потому что за эти 17 лет меня много раз сажали, расстреливали, я не знаю, что только со мной и делали. А я никогда не был предателем, никогда в своей жизни, ни за какие блага этого мира, конечно, никогда в жизни я не повернулся бы, как говорится, спиной ни к Рамзану Ахматовичу Кадырову. Подобное опровержение для Чечни лишний повод удостовериться в том, что слухи были небеспочвены, пишет BBC. Их с началом полномасштабного вторжения Кадыров отправил Алаудинова в ссылку воевать в Украину. После чего генерал Апти с развитым в сравнении с Доном Рамзаном речевым аппаратом стал звездой федеральных каналов. Он на сравнительно неплохом русском языке принялся распространять ложь, как бравые чеченские спецназовцы несут мир и процветание жителям оккупированных регионов Украины. Переносимся в зону боевых действий, теперь это в том числе и Курская область. Из российского приграничья на связи с нами Апти Алаудинов, герой Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат». Мы тоже уже на данный момент контролируем уже подвоз, отвоз, как говорится, логистику противника. И он несет ежедневно огромные потери на логистических маршрутах тоже. Уже в 2022-м за чеченскими бойцами спецотряда «Ахмат» окончательно закрепилась репутация тикток-войск, которые не столько воюют на передовой, сколько занимаются съемкой видеороликов о своих якобы победах. Тогда же их начали изоблачать во лжи и подхалимажи. Пока российские военные, поджав хвост, стремительно бежали из Харьковской области, командир Ахматовцев Алаудинов заявлял, что российская армия на самом деле заманивает противника в ловушку, чтобы потом решительным ударом нанести ему полное военное поражение, разгромить в чистом поле, введя резервы со стороны Белгорода и пойти в контрнаступление на Харьков. Спустя два месяца, когда Суровикин принял так называемые «непростые решения», а российская армия оставила Херсон, Алаудинов называл генерала Армагеддона «суворовым нашего времени». Сейчас же, после провала в Курской области и многочисленных рассказов местных жителей о том, что чеченцы кошмарят и грабят российское население, пропагандисты представляют Алаудинова чуть ли не спасителем жителей Курской области. Я всем родственникам. Я всем сейчас родственникам. Апти, народный герой, курян. И в то время, когда Кадыров все больше становится похож на неизлечимо больного клоуна, недавно он презентовал первый в истории джихад-электромобиль, якобы подаренный ему лично Илоном Маском, Алаудинов делает себе военную карьеру на федеральном уровне. Используя вторжение в Курскую область для личного пиара и призывая отправлять на фронт вчерашних детей, он распространяет близкие к Кремлю нарративы, которые еще не осмелилось громко озвучить своему народу, приближенная к Путину свита. Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего. Предлагаю всем дружно собраться и пойти на фронт. Пойдите в военкомат, заключите контракт и будьте мужчинами для того, чтобы пойти защищать свое Отечество. Вот героизм. Найти как можно больше пушечного мяса пытается и сам Путин, поэтому он впервые с 2011 года внезапно приехал в Чечню к Кадырову, где посетил университет спецназа имени себя. Однако по другой версии кремлевский тиран ищет замену Рамзану, который, по слухам, неизлечимо болен. В апреле новая газета сообщила, что в администрации кремлевского тирана окончательно определились с преемником Кадырова на фоне продолжающегося ухудшения состояния его здоровья. И следующим вероятным главой Чечни источники редакции назвали Апти Алаудинова. По мнению чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, командир Ахмата Апти Алаудинов стал для Кремля компромиссной фигурой, которая должна была устроить и Северный Кавказ, и глубинный народ. Он хорошо говорит по-русски, в отличие от ряда приближенных Кадырова, не имеет ичкирийского прошлого, говорит о примирительном единстве христиан и мусульман. 26 августа после массированных бомбардировок украинских городов российской армией Алаудинов записал шуточный ролик, мол, Украина так хотела репараций, то есть денежной компенсации от России за вторжение и стертые с лица земли города, что получила их от Кремля в виде новых ракет по украинской инфраструктуре. Но ликование этого кремлевского пропагандиста, который каждый день в соцсетях записывает хвалебные ролики российским оккупантам, рано или поздно закончится, и военный преступник Алаудинов вместе со своими начальниками, слетевшими с катушек на почве ненависти к украинцам Кадыровым и Путиным, окажутся на скамье подсудимых Международного трибунала в Гааге. Субтитры создавал DimaTorzok